Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас очередная новая серия октагонов GEN2110D. По сути это продолжение GEN2100, правда здесь добавили стальной браслет, здесь обновили цвета циферблатов, 5 расцветок, правда 4 пока только дошло до нас, но в любом случае на все 4 сегодня посмотрим поближе, ну а приобрести их вы сможете в моем магазине chasterclub.ru, ссылки будут в описании. Ну и посмотрите, какая красота, какие оттенки циферблатов, причем обратите внимание, все электронные дисплеи здесь обычные белые, не инверсивные, не черные, и многие фанаты Casio G-Shock ругаются на черные вот эти маленькие дисплеечки, что в них ничего не видно, на самом деле нет, вот здесь решили пойти навстречу и сделать все как обычно, черные цифры, белый дисплей. Внешнее строение очень схожа с премиальной версией цельнометаллическими GMB2100, и казалось бы сверху все то же самое, октагон, комбинация полировки и сатинирования, 4 кнопки, плоское минеральное стекло утоплено чуть ниже уровня безеля, но сам корпус не цельнометаллический, здесь еще используется полимерный материал, это уже мы наблюдали в серии GM2100, здесь мы, собственно, видим продолжение этой серии, где такой же корпус, такой же функционал, только браслет добавили стальной, и циферблат изменили визуально, то есть цвет другой добавили, но не беспокойтесь, это по-прежнему сталь, выполненная из цельной заготовки, то есть все надежно, все по-прежнему воднепроницаемо и противоударно, как и всегда в G-Shock, ну а циферблат в данном случае мы видим глубокий синий оттенок, очень красивый, по форм-фактору ничем не отличаются, такие же индексы угловатые, индикация дня недели в районе 9 часов, две стрелки со светонакопителем и ромбовидный дисплей, на самом деле все то же самое и в серии пластиковой, в полимерной GA2100, которая тоже без Bluetooth, без солнечной батареи, на обычной батарейке, здесь функционал вот абсолютно такой же, то есть это мировое время, это секундомер с точностью 1 сотую до 24 часов, этот таймер тоже до 24 часов и будильник 5 штук, ну и звук стандартный, в общем-то, классический, в режиме текущего времени, так давайте перейдем на более светлый оттенок синего, уже такой небесно-голубой, солнечные лучи, посмотрите как здесь еще играют, то есть такая вот даже немного грубоватая обработка циферблата, и вот эти лучевые линии хорошо видны под разными углами, красиво. Так вот, в режиме текущего времени мы видим сейчас месяц, число и секунды, по желанию можем это дело поменять, так, во-первых, код города можем увидеть, поменять на дублирование стрелочного времени и секунды, ну или тут время любой другой можно задать, и все. И, конечно же, еще покажу два остальных варианта, совсем уж светлый, серебристый, в тон корпуса, интересное решение, на самом деле, я думаю, будет вот эта модель пользоваться популярностью, потому что редко встретишь в G-Shock'ах такую комбинацию, чтобы было все однотонно, издалека выглядит очень красиво, и обратите внимание, вот премиальность внешняя сохраняется, как и у более дорогой серии, здесь Casio постарались вообще своими часами, октагонами, все уже заполнили, все бюджеты, от мала до велика, вот совсем небольших сумм, то есть за 10 тысяч, за 12 можно купить полимерный вариант, и вплоть до, соответственно, уже MRG, там в серии тоже появился октагон. Что касается четвертого цвета, то это светло-зеленый, такой салатовый, тоже очень красивый, тоже солнечные лучи выделяются, и вот эта цветастость, наверное, уже является трендом данного года, и Цюйоса, причем Цюйоса уже давненько так выходит в разных цветах, и вот Orient Bombino мы недавно видели новые версии механических ярких циферблатов, и G-Shock не отстает. Итак, светонакопитель на стрелках, но не забываем про LED-подсветку между четырьмя-пятью часами, причем мягкое включение и плавное затухание, и в темноте наш дисплей ромбовидный тоже прекрасно читается. Часы на запястье начну, пожалуй, с самого сдержанного варианта, с, пожалуй, даже самого делового из всех, но действительно могу представить себе какую-нибудь синюю рубашку, может быть casual стиль, а не обязательно строгий дресс-код, и вот эти часы, ну красота! И на голозапястье тоже отлично сидят, габариты да не такие-то и большие, 49,3 высота, 44,4 ширина, 11,8 толщина, но, в общем-то, они здесь не поменялись. И браслет, вот тут отдельные слова про браслет, да, его добавили, но очевидно, что бюджет небольшой, и браслет, конечно, отличается от того, что мы видим в серии, дорогой в серии GMB2100, он здесь штампованный, не цельный, но при этом, тем не менее, качество для данного бюджета неплохое, скажем так, такой вот эдифисовский браслет, обычный самый, и застежка, без сюрпризов, в общем-то, на запястье до 21 сантиметра, общий вес 146 граммов, ну не сказал бы, что сильно тяжелый, еще учитывая убавление лишних звеньев, вес будет вообще приемлемый. А вот и зеленый цвет, яркий, сочный, практически летний. уже его, то вряд ли, конечно, получится с деловым костюмом сочетать, в отличие от темно-зеленого, но в любом случае, это часы для каждодневного использования, на голозапястье, с рубашками, для спортивного также использования, в общем-то, как и всегда, практически в G-Shock универсальный вариант. Что ж, Casio продолжает достаточно агрессивно захватывать все бюджетные сегменты своими октагонами, на этот раз мы получаем, ну скажем так, средний сегмент, то есть это уже не совсем дешевые часы, но и при этом еще не премиум, что-то среднее, и цвета на любой вкус, то есть еще оранжевая версия есть, пятая в этой серии, она пока, к сожалению, не дошла, наверное, самая яркая, пожалуй, но из данных я бы выделил зеленую, сочная, красочная, и серая, удивила меня, вообще не фанат однотонных часов, особенно с серыми циферблатами, где и серый корпус, циферблат и браслет, но вот эти прямо-таки хороши. Голубые очень мне напомнили оттенок из недавней серии тоже октагонной GBM 2100, там был похожий цвет, ну а темно-синие, уж очень похожий оттенок был в премиальной серии GMB 2100, модель выходила в этом году. В целом, как всегда, мы имеем надежные, противоударные, вот непроницаемые часы, с хорошим внешним видом, с приемлемым функционалом, ну и с отличным качеством, особенно для данного бюджета, они доступны в нашем магазине chasterclub.ru, конечно же, по приятным ценам. В конце хотел бы узнать и ваше мнение, какая из моделей понравилась больше, обязательно напишите об этом в комментариях, но если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все, всем пока!